МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хакассии, обманутые на Сахалине, оказались далеко не единственными пострадавшими от недобросовестных предпринимателей. Не прошло и 9 лет. В коммунаре обнаружены останки пропавшей много лет назад девушки, задержан подозреваемый в убийстве. Количество жителей села Зеленая в недалеком будущем может вырасти в десятки раз. А все потому, что власти дают там участки многодетным семьям со всей Хакассии. За последние два месяца уже оформлено 500 наделов. Вместе с этим проект предусматривает настоящую реанимацию села со строительством целого ряда объектов социальной и культурной сферы. Константин Кравцов увидел пока лишь в проекте, как Зеленая превращается в город-сад. Несмотря на то, что участки многодетным начали раздавать этим летом, в чистом поле уже появляются заборы и времянки. В целом колоссальный проект. 3000 наделов по 15 соток. Займет площадь около 1000 гектаров. Льготные участки власти раздают в юго-западной части Зеленого. Как раз за моей спиной метеостанция – один из символов сельсовета. Сотни гектаров, пустующие не один год, обещают измениться кардинально. Программа подразумевает собой строительство школ, детских садов, поликлиники, спортивного комплекса и культурно-досугового центра. Куда ж без него? По площади он даже будет больше, чем районный центр. По площади. Ну а по населению, естественно, и по населению точно так же. То есть вот у нас сегодня в Усебакане 14 тысяч населения. Здесь полагается, значит, вот 17 тысяч. Макет застройки на почетном месте в кабинете у сельского главы. И действительно, такого в Зеленом никогда не видели. По плану застройка обретет 4 школы, 4 детсада, поликлинику, 2 ФАПа. Рядом с частными домами – многоквартирные. Таким образом, действительно, зеленое с населением в 2000 сейчас в будущем станет крупней райцентра. От этого одни плюсы, считает глава. Во-первых, численность – раз, статус поселения – совершенно другой – два. Ну и мы надеемся, что с реализацией вот этой программы у нас появятся те объекты, о которых мы даже и мечтать не могли. В том числе вот спортивный комплекс. Там, я не знаю, может быть, новая современная школа когда-то появится у нас. Вот школа-то она появится, а вот новый спортивный комплекс с большим стадионом – это, конечно, мечта. Рассчитывать на участки могут все многодетные хакассии. Но при условии, что в муниципалитете, где прописана семья, дефицит земли. Первые 500 наделов достались абаканцам и усть абаканцам. К слову, люди получают 15 соток не в аренду, а навсегда. То есть, теоретически, участок можно даже продать. Раз в собственность, я как собственник могу распорядиться этим земельным участком по своему усмотрению. Если я буду строиться, на что мы, честно говоря, очень надеемся, потому что месторасположение очень хорошее. Сейчас, учитывая, что проектом планировки уже предусмотрены и объекты социально, и коммерческо составляющие, процесс идет. Следующие на очередь в пополнении этого проекта – семьи Бейского, Ширинского, Аскиского, Таштыбского, Алтайского районов, Абазы и Сайнагорска. Скорее всего, уже в этом году семьи получат от властей уведомления на получение. Полностью раздать 3000 участков планируется в течение 2014-го. Инфраструктура, скорее всего, появится гораздо позже. Во всяком случае, проект уже есть. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Ни один собранный в Хакасии рубль в помощь затопленным дальневосточным регионам не пропадет. Заместитель главы Хакасии Владимир Крафт, который курирует сбор гуманитарной помощи, в студии новостей на канале «Россия-24» рассказал о судьбе собранных средств. На сегодняшний день удалось собрать более 7 миллионов рублей. Сейчас эти деньги находятся на депозите одного из банков. Руководством республики было принято решение о том, что эти средства не будут просто переведены на счета пострадавших регионов. Деньги напрямую попадут к тем, кто действительно нуждается в помощи. Министерство образования по всей своей системе уже собрали миллион девяносто. И они приняли решение, установили уже соответствующие контакты. Есть в еврейско-автономном области сельскохозяйственный колледж. Вот они вели переписку в телефонном режиме, определили, что эта сумма будет перечислена непосредственно на счет этого сельхозтехникума. Мы очень надеемся, что наши средства, которые мы собрали, принесут пользу и найдут свое предназначение для людей. Скандал на Сахалине набирает обороты. Похоже, предприятие, на котором работали жители Хакасии, далеко не единственное нарушает права сотрудников. Сегодня в Абакан вернулись первые несколько человек из города Аха. С ними встретились наши корреспонденты. Мы созваниваемся с друзьями, знакомыми, кто поехали на другие рыбоперерабатывающие комбинаты, заводы. То есть ситуация сплошь на Сахалине, на Камчатке сплошь такая. То есть нам заплатили по максимуму где-то 70 тысяч, кому-то чуть больше, может быть, 75-78. Мы, когда созваниваемся, то получается, что мы попали вообще в райские условия по оплате. Люди приезжали вплоть до того, что привозили по 400 рублей, по 700 рублей. Вырвавшись из Ахи, наши люди рассказали и другие подробности. Отправляя их на большие заработки, агентство «Меридиан» в Абакане назвало себя частью госструктуры. Руководство кадрового агентства подчеркнуло, рыбоперерабатывающий комбинат государственный, а не частный. А значит, обмана не будет. Унижали, оскорбляли бригадера, мастера просто на раз. Для них это было в порядке вещей. Обзывать трехэтажные нецензурные брани, мы не ожидали так подобного отношения. То есть мы прекрасно понимали, раз нас приняли на работу, раз нас наняли, то есть мы надеялись хотя бы к человеческому отношению. Получилось, что мы приехали как рабы на плантацию. Только что не били. Вот только этого не хватало и все. Хотя вплоть до рукопрекратства с комарохов, это бригадир, доходило. Ситуацию по зарплате прокомментировал Анатолий Кобелев, президент Ассоциации рыбопромышленников Аневского залива. Когда люди работали на Путине у меня, то рыбообработчики получали по 100 тысяч рублей. А у рыбаков заработок доходил до 1 миллиона рублей. И это была официальная зарплата. Как строить свои отношения с работниками руководства ООО АХ, должны проверить контролирующие органы. Скажу только, что Путина в центральных и северных районах области в этом году была нормальная. В данный момент трудовая инспекция и прокуратура проводят проверки на предприятие АХА. Кроме того, материалы в отношении сотрудников кадрового агентства «Меридиан» будут отдельно переданы в полицию Хакасии. Добавим, что большинство пострадавших до сих пор находятся в городе АХА. На Сахалине дожидаются расчета. Домой они планируют вернуться в первых числах октября. Ольга Стильмах, Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Хакасию прибыла техника, переданная Министерством обороны России на вооружение МЧС. 16 машин марки «ЗИЛ-131» были направлены из Ачинска. Там они долгое время находились в резерве. До Абакана техника шла своим ходом двое суток. 400 километров мы потихоньку шли, смотрели, как она ведет, эта техника, после длительного хранения. Потом поняли, что все нормально, и по Хакасии шли уже быстрее. Кроме автомобилей, Хакасия получила полевые кухни и емкости для подвоза воды. Они могут пригодиться на случай чрезвычайных ситуаций. Сейчас все имущество доставлено на склад МЧС. Машины будут распределены между пожарными отделениями республики. Надземный переход рядом с поселком Рассвет совсем скоро обеспечит пешеходам безопасность. Строительные работы близятся к завершению. Опоры воздушной переправы уже установлены. На этой неделе смонтируют пролеты. Примет новый облик и территория вдоль трассы рядом с населенным пунктом. Общественным транспортом пользуется сегодня немалый процент населения Рассвета. Чтобы уехать в соседние Абакана-Черногорск, нужно выйти к автобусным остановкам. Они расположены по обеим сторонам федеральной трассы. Пересечь проезжую часть можно по зебре, но все равно страшно, говорят люди. Стремительный поток машин здесь круглые сутки. Ну не останавливается. Светофора нет, все. Ждем пока запустят этот авиадуг. Человек пять уже сбило. Девочку сбили прямо на переходе. Только кончилось учиться и на работу. И сколько женщин, сколько. Обезопасить пешеходов призван новый надземный переход. Строительство началось в июле. Один из самых зрелищных этапов строительства придется на ночь с 1 на 2 октября. В это время начнется монтаж вот этого пролетного строения. Его протяженность 30 с лишним метров. Чтобы выполнить работу, придется перекрыть движение транспорта. По подсчетам специалистов, достаточным будет пару часов. Ориентировочное время остановки машин с трех до пяти ночи. Виадуг будет обустроен пандусами, лестничные пролеты, основную часть моста укроют навесами. Габариты строения приблизительно 70 метров, 68 метров. Вместе с пантусами. Высота, габарит от дороги 5 метров 75 сантиметров. Приобретает новый облик и территория рядом с мостом. По обеим сторонам трассы уже формируется тополинная аллея. Прокладываются тротуары. Площадку, все нормально. Вы уже в разведку ходили, смотрели? Как же, обход сделали. Ну и как впечатление от всего? Впечатление хорошее. Еще плюсы. Вдоль проезжей части установят шумозащитный экран. Автобусные остановки разместятся в более удобном месте. Все работы планируется завершить к концу этого месяца. Добавим, что финансирует строительство только федеральный бюджет. Виадуг и благоустройство территории обошлись центру почти в 80 миллионов рублей. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Полицейские Хакасии раскрыли убийство, совершенное 9 лет назад. В 2004 году в поселке Комунар Ширинского района пропала 19-летняя девушка. Было заведено разыскное дело, но установить местонахождение пропавшей тогда так и не удалось. И лишь в сентябре этого года сотрудниками уголовного розыска по Ширинскому району была получена информация об обстоятельствах убийства и захоронения девушки. В указанном месте были обнаружены костные останки. По подозрению в убийстве был задержан подозреваемый 28-летний житель поселка Комунар. Ранее он уже был судим за особо тяжкие преступления. А в Туиме Ширинского района сегодня ранним утром в пожаре погиб мужчина. Он задохнулся, пытаясь спасти свой дом от огня. Четырехквартирное деревянное жилое строение было возведено еще в 1944 году. Загорелась сначала одна квартира, и огонь быстро перекинулся на соседний. Пожар был поздно обнаружен. В результате дом выгорел практически полностью. Мужчина, 58-го года рождения, погиб. Соседи видели, что он полураздет и пытался тушить огонь, выбегая во двор. Но вполне возможно, он надышался угарным газом. Вероятной причиной пожара специалисты называют неосторожность при курении. Ярмарка, скачки и народные гуляния. В минувшую субботу на республиканском ипподроме прошел традиционный праздник урожая – уртунтой. Национальные гуляния уже который год возвращают жителей и гостей республики к истокам самобытной культуры и древним обычаям хакасского народа. В этом году с погодой не повезло, но настроение гостей праздника это не испортило. Мне особенно приятно, что в наши дни уртунтой остается любимым событием для детей и взрослых. Открылся праздник с официальной части. Это поздравление первых лиц республики всем тем, чья жизнь и работа так или иначе связана с урожаем. А как показал даже этот день, в Хакасии таких людей много и сферы деятельности у них самые разные. Папортник растет две недели, сезон только. Надо успевать, прорастает. Первичные засолки, потом вторичные. Тоже как за маленьким ребенком надо. Летом это ягода идет. Деньги же на земле умею подбирать. Пастель мягко берет. Надо, чтобы душа у тебя настроилась и все. Чтобы у тебя все разложено по порядку. Заложил все, положил, разложил, посолил. А то иной раз отвлек кто-то и соль забыла положить. И все. Уртентой – это один из главных хакасских праздников. С древности он отмечался осенью, когда собран весь урожай. Праздник сопровождался обрядами. Они сохранились и сегодня. Эти традиции всегда были они. Но теперь, видать, все восстанавливает еще лучше, чтобы в красочном и красивом. Потому что жизнь двигается и все хорошо делается. И мы тоже еще лучше хотим тоже жить. Параллельно с праздником на ипподроме прошел финал Большого Сибирского круга. Специально к этому событию на Республиканском ипподроме обновили дорожки. Кстати, впервые за несколько десятков лет. За главный приз боролись более ста лошадей из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, Тубы и Хакасии. Любого выбора, я думаю, гордость будет. Это Корифей, это Стоункасл, это Девицайн, который сегодня проиграл, это Ворожей, это Удобный, это Профит. Много. Да у меня, наверное, все любимые. Подготовка оправдалась. На ипподроме в Хакасии был побит российский рекорд по резвости. Если говорить о главных призовых местах Большого Сибирского круга, абсолютными чемпионами стали три лошади, две из Барнаула и одна из Хакасии. Стоункасл стал лучшим среди чистокровных. Елена Крылова, Владислав Пустовой, Вести, Хакасия. В октябре температура воздуха в среднем будет выше нуля. Правда, не на много, всего на один градус. Таков прогноз синоптиков на второй осенний месяц. Эта цифра в пределах средних многолетних значений, но месяц ожидается довольно слякотным. Осадков прогнозируется гораздо больше нормы. По количеству же осадков октябрь ожидается достаточно влажным. Их прогнозируются две месячные нормы. И осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в большинстве дней месяца. Первые заморозки возможны уже в конце первой декады октября ночью до минус пяти. Впрочем, начало месяца должно быть теплым. По прогнозу синоптиков, температура днем будет держаться в пределах 15-20 градусов. И тепло ожидается уже с сегодняшнего дня. Всероссийская научная конференция «Хакасский этнос на рубеже XX-XXI веков» завершилась в Абакане. Участие в ней приняли около ста человек. Ученые нашей республики Новосибирска, Кемерово, Якутска, Хабаровска, Улан-Удэ. Финальным мероприятием стал выездной семинар в Багратский район. Цель – познакомить гостей республики с историческими памятниками, которые ценны для всех представителей тюркоязычных народов. Валерий Кемеев – профессор кафедры археологии Кемеровского госуниверситета в Хакассии не в первый раз. Но писаницу Боярскую видит впервые поражен, восхищен. И тем, как сохранился памятник тагарской культуры, и тем, как собираются его охранять в дальнейшем. В Монголию мы сейчас в последний раз четыре года ездим. Но там памятников по численности больше. Но по эффектности вот таких писанин я не видел. Там есть наскальные рисунки, но такие более примитивные, такие разнообразия, жилищ вот таких, целых комплексов. Поэтому то, что они музеи придумали здесь, районные власти делают, интересно. И очень важно понять, насколько серьезная сложилась ситуация с исчезновением одного из хакасских диалектов, а также обсудить спорные вопросы сохранения национальных культур. Это наши общие тюркские корни, потому что наша конференция посвящена не только хакасскому этносу, но она охватывает, наверное, более широкий круг народов, проживающих не только в Южной Сибири, но и в целом в Центральной Азии. Отсюда неподдельный интерес ко всем памятникам кыргызского каганата, эпохи древнего хакасского государства, когда были заложены основы уникальных культур, сохранившихся до наших дней. Юлия Константинова, Владислав Пустовует, Вести Хакасия. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости на нашем сайте вести-дефис-хакасия.рф. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова